Вадим Ятковский Вадим Ятковский, автор и исполнитель песен, все песни, которые вы будете слышать сегодня, которые вы будете петь вместе с ним, эти песни родились в его сердце, эти песни родились в сердце человека, любящего Бога. Это большая редкость. Большая редкость это не про телогреечку, не про печать, да, это про жизнь, которая приносит изменения, свет. Я сегодня постараюсь, если у нас все получится, мы сегодня после служения во второй части, у нас будет интервью с ним. То есть я его посажу сюда напротив себя, я буду его мучить вопросами, потому что мы беседовали и так много потрясающих вещей в его сердце о его детях, о чудесах через его песни. И все, что он сегодня не использует в своем арсенале здесь на сцене, я его домучаю в этом интервью, чтобы он рассказал об этих вещах. Поэтому он сегодня поделится. На самом деле, кто не знает, кто это такой, может быть, кто-то думает, ну, Киркорова знаю, Ядковского не знаю, но на самом деле его песни поют по всему миру. Христиане всего мира поют его песни. Многие поют его песни, это, в частности, я, на выезде мы поем, поем, он когда вышел, начал петь, и я так поймался на мысль, что, оказывается, это он написал. А мы-то поем уже давно и легко, а это, оказывается, он написал. То есть, это человек, который написал огромное множество, у него сколько альбомов? 14. 14 альбомов христианских песен, то есть, это серьезно. И эти песни, как я уже сказал, поются в разных-разных странах. Слава Господу. И что важно для меня, то, что это человек, который при этом всем остался человеком горящим сердцем, любящим Бога. Это нечасто встретишь. Люди, порой, поднимаясь на высоту, становятся такими, знаете, профессионалами. Когда уже к Богу не обращаются, просто пользуются своими персональными данными. Но этот человек, он реально остался таким любящим, искренним Богом. И это ценно для нас. Слава Господу. И сегодня он с нами, сегодня мы вместе с ним будем, он будет вести прославление, потом он поделится словом, и дальше пойдет наше служение. Вообще благословение нам, что мы здесь. Мы не объявляли об этом, что он будет, потому что еще так не до конца было ясно. Вот поэтому я уже решил так, что, ну, значит, кто бодрствует, тот придет, и тот помазание получит. Аллилуйя. Аминь. Я рад, что вы сегодня здесь. Скажите своему соседу, хорошо, что ты здесь. Хорошо, что ты здесь. Аллилуйя. Хорошо, что ты здесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже мой, хорошо, что ты здесь. Это место, где говорит Бог к сердцу. Где Бог меняет сердца. Бог меняет обстоятельства. Я прочитаю для вас из Псалтыря, Псалмы, 39-й Псалом, 17-й стих, написано так. «Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно». Что они говорят? «Велик Господь». Еще раз. «Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно». «Велик Господь». Давайте встанем. Боже, Ты велик, мы благодарим Тебя, мы превосносим Тебя. Аллилуйя. Боже мой, мы сегодня в Твое присутствие входим так свободно, так доступно, так легко, так по-доброму, открыто. Боже, мы хотим, чтобы Твое присутствие, оно наполнило наше сердце. Пусть сегодня каждый человек в этом зале войдет в присутствие великого Бога. Аллилуйя. Великого Бога, ибо Господь на этом месте, Господь на этом месте, Господь на этом месте. И мы благодарим Тебя, Иисус. Мы превосносим Тебя. Аллилуйя. Да веселятся те, кто ищет Бога. Да веселятся те, кто ищет Бога. Аллилуйя. Давайте Господу воздадим славу. Аллилуйя, Боже. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аминь. Аминь. Ролика не будет уже. Аллилуйя. Аминь. Благословляем Тебя, Царь наш. Благословляем Тебя, Бог наш. Веди нас в Твою славу и сегодня, Дух Святой. Мы очень нуждаемся в Тебе. Ты нас сотворил для славы Твоей. Осени же нас сегодня светом Твоего лица. Светом Твоей славы. Светом Твоей святости. Мы хотим видеть Твое лицо. Мы хотим сегодня поклониться в Твоем храме. В благолепии святыни. По Твоему слову. Благодарим Тебя за Сына Твоего Отеца, Иисуса Христа, Который умер за наши грехи. И Который воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя за святую жизнь, которую Ты нам дал. Вместо смерти Ты дал нам свою святую жизнь. Прими же благодарность. Прими же хвалу сегодня нашу. Прими поклонение сердец наших. Великий и превознесенный Царь славы. Гряди в силе Твоей. И благослови сосуды Твои. Обнови нас в благодати и в истине. И в духе мы Тебя поклоняемся. И посвящаем Тебе все это время. Да будет оно под Твоим руководством. Под Твоим покровом. Все не крыл Твоих. Успокой нас, Господь. Веди нас в Твой покой. И пусть откровение Твоего слова. Вселяется обильно в сердца наши, Господь. И приносит великий плод для Твоего Царства. В каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Ему честь. И славу, и хвалу, и поклонение, и благодарение. Единому и премудрому Богу. Отцу и Сыну. И Духу Святому. Аминь. Слава Иисусу. Также хочу начать со Слова Божьего. Прочитать вместе с вами один из псалмов. Христа 117-й псалом. Тоже очень мощный псалом. Вчера мы 102-й читали. Тоже благословенное Слово Божье. Сегодня 117-й. Итак, с первого стиха читаем. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением, глаз радости и спасения в жилищах праведников, десница Господня творит силу, десница Господня высока, десница Господня творит силу, не умру, но буду жить, и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне, брата, правды, войду в них и прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день, братья и сестры, сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся, мол, и Аллилуйя! О Господи, спаси же! О Господи, поспеши ствуй же! Благословен грядущего имя Господня! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осеял нас! Вяжите деревьями жертву! Ведите к врагам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя! Буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Давайте еще расскажем вместе! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Давайте воздадим Ему славу и благодарение, честь и поклонение! Благословим Тебя! Бог праведный! Бог благий! Ты говоришь, чтобы мы славили Тебя, потому что Ты всегда благ, любящий Тебя! И в это утро яви свою благость к нам! Господь, мы принимаем от Тебя с открытым сердцем! Помоги нам распахнуть наши окна сердец наших и двери души нашей, чтобы Ты вошел как Царь! Чтобы Ты сегодня эту благодать вложил в полное мере в каждое сердце! Я молю, чтобы мы переливались свежим помазанием и силою Духа Твоего во имя Иисуса! Когда мы будем петь Тебе, Дух Святой, прошу Тебя, открывай источники Твои! Пусть они и зальются прямо с неба на жаждущее! Насыди нас сегодня от Твоего стола и от Твоего престола! Благословляю Тебя, поклоняюсь Тебе и вверяюсь в руки Твоей благодати! Благослови нашу жертву и хвалу нашу прими! Во имя Иисуса Христа и весь народ нас скажет Аминь! Боже, мы открытым сердцем взираем на Тебя! Мы посвящаемся Тебе вновь и вновь! Мы нуждаемся в Тебе вновь и вновь! Я молюсь, Иисус, прикоснись к каждому сердцу сегодня! Преобрази каждое сердце и дай нам увидеть Твою славу! Иду за Тобой, Иисус, пастырь мой! Я Тебе отдаю мое сердце! Как млад Ты ко мне, благодарен Тебе! Иисус, Ты со мной в моем сердце! Твоя любовь, святая кровь! И за меня Ты отдал свое сердце! Живи во мне! Твори во мне! Я отдаю Тебе мое сердце! Я знаю, со мной! Ты сейчас дух святой! Извиваешь любовь в мое сердце! Вновь! 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 Пусть прославлен мой Бог! Я Тебе отдаю мое сердце! Твоя любовь, святая кровь, И за меня ты отдал свое сердце. Живи во мне, Твои во мне, Я даю тебе мое сердце. Я даю тебе все, Я даю тебе мое сердце. Прими мое поклонение, Прими мое посвящение, Господь Иисус, в это утро. Я посвящаю тебе мое сердце. Я посвящаю тебе мою душу. Я посвящаю тебе мою семью и весь дом мой. И вновь и вновь в это утро я провозглашаю это слово о том, что я и дом мой мы будем слушать Господу. Самое лучшее место. Самое лучшее время. Понимаешь, нигде нету лучшее место на земле. Просто осознай это. Там, где обитает Господь, Там, где обитает Его слава, Там, где обитает Его свет, Который просвещает тьму нашу, Который преобразовывает нас. Всякий раз, когда мы поклоняемся Ему. С этим открытым сердцем. Вы знаете, я хочу вас воодушевить. Я вчера пастору, у нас было замечательное общение, Мы только в два часа ночи легли спать. Сегодня подошла в возрасте сестра, Говорит, я удивляюсь, как в три с половиной часа В такой силе, в такой вот потрясающей энергетике провели. Для меня, говорит, удивительно. Друзья, человек уже не молодой. Там побелела немножко голова. Килограммы тоже такие полноевангельские, знаете. Я ей ответил, вы знаете, говорю, Я бы сам, наверное, не смог этого сделать. Но я знаю, что Бог дает силу. Любящим Его Он дает силу. Сверхъестественную благодать, как мы вчера с вами слышали. Аминь. Для исполнения Его Слова. Для созидания Его Царства в нашей жизни, вокруг нас. И я счастлив в том, что мы сегодня в это утро вместе. И, вы знаете, я вчера делился таким интересным откровением. Я вчера говорил также на собрании, что есть много пророков. Я, к сожалению, их не выписал, но чтобы вы могли почитать. И если кому-то интересно, я думаю, что это можно найти в интернете. О России, о славянских народах, о последнем времени. И про общество в основном я коротко скажу. Я знаю, что это вас вдохновит. О том, что вот эти страны, которые процветали, они потихоньку начнут деградировать. И у них, скажем, духовно пойдет спад. Я так простыми словами, чтобы было понятно. И говорит, раньше миссионеры ехали оттуда сюда к вам, чтобы благовествовать Евангелие, рассказывать о спасении во Христе Иисусе. А будет наоборот, что вы поедете туда и будете им говорить о спасении. И в то время, когда эти пророчества звучали, вы знаете, это казалось очень странным. Потому что было тогда как раз то время, когда оттуда ехали очень много сюда миссионеров, которые помогали и словом, и делом. Я думаю, вы в своей жизни это видели. И это достаточно странно звучало. Однажды, когда я служил им где-то, я уже не помню где, Бог мне показал такую картину. Бог сотворил человека из духа. Первое. Человек из трех составляющих состоит. Его так сотворил Господь Бог. Из духа, души и физического тела. Аминь? Вы все это знаете, да? Так вот, когда я вчера, кстати, не договорил, я все-таки хочу договорить. Вы знаете, вот это откровение о спасении я не где-то прочитал в Библии. Я просто получил от Господа. В тот момент, когда мы слышали слово спасение, и душа наша плакала, и мы сокрушались и принимали спасение из рук Господа нашего Иисуса Христа. Что с нами происходило? Наш дух спасался. Дух, он спасается сразу, когда ты принимаешь Иисуса. Почему и написано, что мы посажены со Христом на небесах, помните, да? Вот наш дух, он посажен, он уже спасен. Но есть проблема, о которой я вчера говорил, это и наша душа, которая хочет грешить. Душа, которую нужно заставлять, что делать, братья и сестры, вчера мы? Смиряться, трудиться. Ты вспомнил стихотворение, да? Душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Помните, хорошие, кстати, слова очень, да? Там такие правильные слова. И душу свою нужно заставлять славить Бога. Помните, мы об этом вчера говорили? То есть приносить Богу. Бог говорит, ну чем ты меня почтишь? Чем ты меня почтишь? Хорошими делами, это все хорошо, это замечательно. Но первое, что ты должен сделать, ты должен установить аспект поклонения. Ты должен своей хвалою сделать этот трон для Иисуса, чтобы с этого трона, с этой позиции духовной власти Он мог царствовать во-первых в тебе, в твоей жизни, понимаешь? И это жертва хвалы твоей, которую ты смиряешься перед Богом. Это есть самое настоящее смирение перед Богом. Когда ты поклоняешься, ты выдвигаешь этот трон, и Христос царствует во-первых в тебе, а потом уже через тебя. Так вот смотрите, мы были в разных странах, я не думал, что я дальше Минска куда-то поеду, честно. Но у Бога был другой план на мою жизнь. Я хочу сказать, что у Бога другой план на твою жизнь, чем ты думаешь. Я хочу сказать еще раз такие слова, что у тебя великая судьба. Знаешь почему? Не важно, сколько тебе лет, не важно, в каком ты социальном положении сейчас находишься, сколько денег у тебя, это не важно. Важно, есть ли в тебе Христос или его нету. Если Христос к тебе, то у тебя великая судьба. Знаешь почему? Очень простое определение. Потому что он великий. Понимаешь? И если ты послушен ему великое, ты обречен на благословение и ты обречен на величие. Вы слышите? Но наше величие совершается именно в смирении. Не все как в этом мире. Если величие, знаете, это значит президент страны. Вот это величественный царь. И все ему поклоняются. И склоняются тому. У Бога все по-другому. Говорит, кто из вас хочет быть большим? Что делай? Будь меньшим. Будь слугой всем. А в этом мире, говорит, князья не так царствуют. Вы знаете, Бога действительно все по-другому. Поэтому никогда не смотри в этот мир. Вы знаете, христиане очень часто смотрят в этот мир. Не надо туда смотреть. Вы знаете, куда надо смотреть? На Иисуса. На начальника и совершителя моей веры. Смотреть в слово, как Он жил, как Он поступал. Но я тебе скажу, если ты будешь ходить в Нем, эта природа Христа будет в тебе действовать. Понимаешь? То, что делал Иисус, ты будешь то же самое делать. Аминь. И это великая слава Божья, которую Бог благоволил открыть в человеках, то есть нас с вами. Так вот, у каждой души, вы знаете, я увидел, есть размер. Подумайте об этом. Мы были в Америке. И хорошие американцы люди, я слава Богу за них. Они очень много помогли нам. Особенно в то время, когда было у нас сложности здесь. И миссионеров много приезжало, я думаю, тоже вы знаете это. Но я заметил, что у них душа имеет свой определенный размер. И если ты, допустим, куда-то в гости к ним придешь, ну так, банальные простые вещи, да, и не позвонил, ну просто вот ты шел, ну мы можем идти и зайти к брату в гости, да. Ну допустим, да. Вот. Они скажут, извини, мы не готовили на тебя покушать. Ты посиди, посмотри, а мы покушаем. Понимаете, да? Мы бы так никогда не сделали. Ну это один из примеров, как бы. У них немножко другое, понимаете, чем у нас. Понимаете, я о чем говорю? У немцев тоже по-другому. Тоже там какие-то свои рамки. Они, ну не трогай нашу, ну как бы, знаете, они вот все отдельно. У них вот зайти куда-то в гости тоже, это обязательно нужно позвонить. Обязательно нужно предупредить. Ну то есть так все очень, очень как-то вот. Мне не очень понравилось, короче говоря. А у русской души, вы знаете, интересно, что когда у нас был кризис, когда у нас очень сложное было время. Помните, когда вот это все было и сахар потолом, все это сложности эти были. Я помню, приезжали вот эти миссионеры из Америки. И они, знаете, они после вот, когда мы проводили эти иммунизации, там они проповедовали, свидетельствовали, детям подарки привозили. Ну их вели кормить, знаете. И мы где-нибудь в деревне, там в деревенскую хату, соберутся вместе все там с деревни, знаете, там. И они приходят, но знают, что у нас кризис в стране. То есть у нас там кушать нечего, там все ну еле выживают. А стол ломится. Там кто-то пальцем пиханую колбасу принес, кусок сала там, картошки. Они спрашивают с такими глазами, у вас кризис? Я хочу, чтобы ты, я знаю, что этого Бог хочет. Это вдохновить тебя, послушай. Потому что Бог на тебя ставит свою ставку. Он избрал тебя. Ты слышишь? Каждого из вас. Я еще раз повторюсь, нет разницы, сколько тебе лет, женщина ты или мужчина. Если Христос в тебе великое, великое в твоей жизни должно совершиться, если ты смиришься под крепкую руку Христа. И душа, я еще раз повторю, это вместилище Божье. Вместилище для Божьей благодати. Мы вчера говорили, что такое благодать. Это сверхъестественная сила от сверхъестественного Бога для исполнения сверхъестественного Слова Божьего на этой земле. Аминь. Написано, закон дан был через Моисея. А благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. В твою жизнь, понимаешь? И она должна произойти также и через тебя. И русская душа, славянская душа, я так скажу, чтобы никого не обидеть, да? Она вот такая. Даже во время кризиса мы можем отдать все последнее. Я вам скажу, это драгоценно перед Богом. Вы слышите? И если там есть такое большое вместилище, посвящайся каждый день Христу. Посвящай вот эту огромную душу, которую Он сотворил в славянских народах. И через пороков Он сказал, что через эти народы, которые были в упадке, которые 70 лет не верили в Бога, которые жили в этом проклятии, я сделаю великую свою славу. Здесь возгорится великий огонь пробуждения, который перейдет через границы и пойдет по Европе. И придет Христос в это время. Такое было пророчество. Я верю, что это правда и оно так совершится. И ты в этом плане тоже есть. Но твоя задача быть сосудом чистым и для всякого доброго дела приготовленным. То есть быть Божьим поклонником с открытым сердцем и с открытой душой. Не важно, что туда плюет. На Христа тоже плевали. Поэтому не огорчайся, когда тебя поносят. Наоборот, радуйся и благодари Бога за то, что Он дал тебе благодать пострадать за имя Его. Вы слышите? Эти времена идут. Они грядут. Но будь Божьим поклонником. Будем провозником Божьего мира, Божьей любви и Божьей благодати. Во имя Иисуса Христа. Слава нашему Господу. Давайте славу Ему воздадим еще раз. Я сегодня с вами хочу поговорить о том, как мы с вами верим. Я вам скажу, что это слово я не искал. Кто из вас хочет иметь больше в Боге? Поднимите руку. Слава Богу. Как вы думаете? Давайте порассуждаем сегодня. Помните, мы призваны в общение святых. То есть, чтобы мы общались. Это очень важно. И первое, что я хочу вас спросить. Как вы думаете, каким образом мы можем возрастать в Боге? То есть, достигать большего в Боге? Каким образом? Как вы думаете? Давайте, какие есть мнения? Как? Познавать. Как познавать? Практически. Читать слово. Так. Прибывать в молитвах. Хорошо. Еще? Поклоняться. Еще? Общаться со святыми. Все это правильно. Все это замечательно. Да. Учиться и употреблять их в своей жизни. Правильно, да? Вы все верно говорите. Но я вам скажу, вы не говорите самого основного. Все это правильно. Все это верно. Всему этому нас учат Слово Божье. Но я вам скажу, есть путь превосходнейший. Помните? Павел говорит о дарах. Кто помнит? Что каждому из нас дан дар. Вы слышите? От Господа дан дар. И, соответственно, этому дару Бог дал способности тебе с детства. Он дал меру веры, написанного для каждого дара. Вы слышите? Бог никогда не спросит у тебя за то, что Он тебе не дал. Безусловно, мы должны молиться. Первое. Мы должны поклоняться. Молиться. Читать Слово Божие. Пребывать в общении святых. Все это верно. Но мы должны. Я вчера вспоминал послание Иакова. Что написано? Вера без дел мертва. Вы знаете, мы все это стараемся делать. Я заметил. Но меньше всего мы стараемся делать нашу веру. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, служить. Я вам скажу простым словом. Я вам скажу потрясающее откровение в моей жизни. Большинство вот этого слова и этих откровений я получал, знаете, когда? Не тогда даже, когда читал Библию. Не тогда, когда молился. А тогда, когда служил людям. Вы слышите меня? Когда ты отдаешь, у тебя, в принципе, становится меньше. Ну, по идее, по логике этого мира. Ну, еще раз повторю. У Бога все по-другому. Когда ты отдаешь, Бог дает тебе больше. Слышишь? Когда ты еще отдаешь, Бог дает тебе еще больше. Потому что видит, что ты верен в то малое, что Он тебе дал. Но мы хотим всегда большего сразу. И много. Достичь многого. Вроде бы хорошее желание. Бог говорит, но ты же еще малого не сделал. Как же я могу доверить тебе большее? Поэтому самое важное. Это пребывать в Нем, о чем мы сейчас будем с вами говорить. То есть, в Иисусе Христе. И делать Его дело. То есть, служить людям. Кто вчера был на собрании, поднимите руку, пожалуйста. Чтобы я немножко знал. Ну, слава Богу, почти все. Смотрите. Я вам просто расскажу. Помните, в конце мы пели песню «Да благословите Господь». То есть, мы пели Слово Божье. Это благословение Аарона. Это заповедь, которую Бог сказал. И я сказал, что это будет проверка на вашу... Что? На вашу религиозность. Совершенно верно. Насколько ты религиозный человек? Я видел, что некоторые люди даже не сдвинулись с места. Я спросил, все ли хотят быть благословены? Все подняли руку. Нету никто, чтобы кто-то не хотел благословения Божьего. Все хотят. Но не все делают. Скажите, кто виноват? Бог виноват в этом? Я сам виноват. Понимаете? То есть, от меня зависит, буду я это благословение иметь? Почему пастор Бог благословляет? Прежде всего, духовно. Я не имею материальное. Материальное – это вторично. Оно приходит обязательно. Если есть духовное, придет обязательно и благословение физическое. Знаете почему? Я вам открою простой секрет. Потому что он служит. Потому что он свою жизнь отдал на служение Богу. Кто-то отдал свою жизнь мамоне. Понимаете? Братья и сестры, вы со мной? И он просто зарабатывает гроши, как кажутся у нас на Беларуси. Что плохо деньги зарабатывать? Да вроде бы неплохо. Но однажды в Писании написаны такие слова, что корень всех зол – серебролюбие. Зарабатывать деньги для Царства Божьего – это хорошо. Потому что без денег никуда. За все отвечает серебро. Аминь. Но проблема, когда вот это золото, оно становится твоим царем и твоим Богом. Я вчера рассказывал историю, когда меня очень сильно потрясла в 2008 году в Соединенных Штатах Америки. Туда выехали много наших славянских братьев и сестер, потомственных верующих. Послушайте. Мы первый раз были в 2007 году. И мы увидели эту всю жизнь американскую. Для нас это было, конечно, космос. По сравнению с этой жизнью, как мы здесь живем, там все так классно, все так казалось нам. И люди туда приехали, вы знаете, они вошли в это, и они живут этой американской жизнью. Моя жена хорошо сказала, она говорит, они уже как не наши люди. Они уже другие, у них другое мышление. И кто-то бизнес делает, кто-то работает там. И вы знаете, была такая, в 2007 году у них еще кризиса не было. В 2008 начался кризис в Америке. И вот эти потомственные, это мне рассказывали очевидцы, братья, которые реально знали этих братьев. То есть они вместе там вообще не жили. Говорит, ну что делали? Обычно делали так, покупали несколько домов. И потом через время их продавали. Ну как бы, как они называются, риэлторы, да, у нас правильно, чтобы понятно было. То есть он покупал, и он содержал эти дома, и он продавал. И дома продавались. И на продаже домов он неплохо зарабатывали. За один дом там нужно заплатить в месяц 2 тысячи долларов. Ну выплачивают они, понимаете? На сколько лет там дают или на сколько, уже не помню. Вот 2 тысячи долларов за каждый дом. Представьте, если у тебя 10 домов, сколько ты должен заплатить? 20 тысяч долларов, да? Большая сумма. Еще за свой дом надо платить. Понимаете? Я хочу, чтобы вы поняли. И когда настал кризис, никто ничего не покупал. Дома никто не покупал. Я говорю о людях, которые в третьем, в четвертом роде поколении были верующими. У этих людей были семьи. Жены, дети. Они жили в хорошем доме. У каждого члена семьи была своя машина. Имели работу и так далее. Но это было как бы еще параллельно. И когда кризис упал, вот пришел этот кризис, эти люди закончили жизнь своим убийством. Повесились. Несколько конкретных случаев. Я был в шоке. Вы знаете, что всякие повешенные на древе проклят. Кто знает, написано в Писании. Человек, если заканчивает свою жизнь самоубийством, это непростительный грех. Вы слышите? Этот человек, неважно кем он называется, христианином или кем угодно, он идет в ад. Вы слышите? Иисус однажды сказал, в Писании написано об этом, что более всего хранимого мы что с вами должны хранить? Сердце свое, потому что из него что? Источники жизни. И если мое сердце отдано мамоне, мамона пошла туда, в преисподнюю, и сердце мое пошло в преисподнюю. Вы со мной, братья и сестры? Поэтому я хочу вас вдохновить, чтобы ваше сердце, оно было у Иисуса. Это самое безопасное место. И вы знаете, такой простой детский образ Бог мне показал. Если твое сердце по-настоящему у Иисуса, то ты всегда спасен. Вы не поняли. Смотрите. Помните Ноев ковчег? Читали Ноев ковчег? Написано, что земля, Бог решил потопить этот первый мир, который развратился, они грешили. Ну что-то подобное, что сейчас происходит в некоторых странах Европы, да? И они открыто грешили, и Бог решил истребить человеческий род, но избавить Ноя и его семейство. Помните, да? Что Бог сказал ему сделать? Ковчег построить, да? Вот вся земля наполнилась водой, а Ной был в ковчеге. И тот, кто был в ковчеге, там животные, всякой твари по паре было, помните, да? Они все были спасены. Так вот, послушайте, вот такое откровение простое, что вы понимали и помнили всегда. Это практически можно применять в своей жизни. И Иисус – это наш ковчег. Понимаете? И если я в ковчеге, я в домике, помните, мы играли в детстве, да? Я в домике, и все, меня никто не достанет. Если ты в ковчеге, если ты во Христе, о чем сейчас мы с тобой будем говорить, ты спасен всегда. Ты уже спасен. Как только ты в ковчеге, ты уже спасен. Поэтому проверяй каждое утро, в ковчеге ли я, или я вышел куда-то погулять. Знаете, эти детские песни, потому что у нас много детей, мы иногда такие простые образы в детских сказках, в этих про Эболита там. Помните? Там так, по-моему, звучит. Маленькие дети, ни за что на свете, ни за что на свете не ходите, дети в Африку гулять. Знаете, про что речь идет, да? В Африке большие злые крокодилы. В Африке ужасный бармалей, да? Который хочет сожрать всех людей. Поэтому, поверни соседу и скажи, не ходи никогда в Африку. В духовную я именую. Не выходи из ковчега. Прибывай в ковчеге, который есть Иисус Христос. Слава Богу! Вы что-то получаете, я радуюсь этому. Очень важно, как мы верим, потому что, вы знаете, от нашей веры зависит наша жизнь. То, как мы верим, так мы и живем с вами. Я один пример вам расскажу. Такой тоже, ну наглядный, не могу вот не рассказать. Это реальные жизни. У меня есть один знакомый, но не скажу, что там друг большой, но знакомый. Он хорошо разбирается в компьютерах, поэтому, когда у меня с компьютером какая-то проблема. Но не с этим и с другими такими. Вот, я везу к нему и он мне там помогает делать. Вот, человек образованный. Представьте, компьютерщик. Хорошо зарабатывает, потому что он лучший специалист в нашем городе. И он строил дом. И я, и нам Бог строил дом. Ну, я, соответственно, занимался. Мне тоже было интересно, как там все это у него строится. Вот, он уже заканчивал. Я только начинал. Я говорю, Коля, ну как вот ты строишь дом? Расскажи. Он, ну поехали, говорит, покажу тебе. Мы приезжаем к нему. Я захожу. Он говорит, ну вот здесь это первый этаж. Здесь там кухня. Здесь прихожая. Здесь ванная, столица. Вот. Двухэтажный дом у него. Вот. Потом идем на второй этаж. А что он рассказывает? Вот это вот спальня, спальня, спальня. Вот этот кабинет там что-то. И все. Ну, как бы. Я ему говорю, слушай, а почему на втором этаже ты не сделал туалета? Он говорит, ну зачем? Я, говорит, еще не старый. Ну, знаете, так по-белорусску. А, говорит, там на первом этаже есть. Я спущусь, говорит, если что. А когда буду старый, так я на ведро схожу. Послушайте, я вам говорю сегодня о вере. Человек, который имеет возможности. Человек, который имеет финансы. У человека, у которого все есть. Послушайте, все есть. У него проклятое мышление. Вы слышите? У него проклятое мышление. Когда я строил дом, нам принесли две пачки вот таких талмудов, где написаны проекты эти, знаете. Ну, мы должны были по проектам по этим делать советским. Я вам скажу одну интересную вещь. Послушайте. Особенно люди, кто постарше, кто жил в Советском Союзе. Запомните. Слово Божье говорит конкретно. Там, где отвергли Бога, все. Давайте скажем все. Под заклятием. Там все проклято. Выбросьте из своей жизни. Я понимаю, что у вас ностальгия. У вас там прошла молодость, молодые годы. Я понимаю. Это очень сильный, знаете, такая цепь, которая может тебя в определенный момент зацепить. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому более всего храни его. Храни свое сердце. И каждый день, я повторяю тебе, как сам я стараюсь, я тебя вдохновляю, чтобы каждый день ты посвящал свою жизнь Иисусу. Ты говорил, Господи, я, вот я, пошли меня. Я хочу исполнить твою волю, Отец. Я хочу исполнить твои желания. Я убираю из своего сердца все то, что тебе не нужно. Все то, что под заклятием. Аминь. И тогда ты будешь в безопасности, и Бог сохранит тебя от великой годины искушения, когда придет на всю Вселенную, как написано. Поэтому очень важно, как мы с вами верим. Первый вопрос, который я хочу вам задать. Кто из вас верует, что Иисус Христос есть истинный Бог? Это первый вопрос. Ну, почти все. Если кто-то еще не верует, сегодня есть замечательная возможность здесь принять Иисуса Христа как истинного Бога и Спасителя твоей личной жизни. Второй вопрос. Кто из вас верует, что Иисус Христос есть Сын Божий? Слава Богу, молодцы. Третий вопрос. Кто из вас верует, что Иисус Христос Сын Человеческий? Поднимите руку. Хорошо. А кто из вас верует, что Иисус Христос стопроцентный человек? Стопроцентный человек Иисус Христос. Такой же человек, как и ты. Посмотрите. Меньше всего рук. Вы видите? Обратите внимание. Это говорит о твоей вере. То есть, как ты веришь? Вы знаете, однажды Бог мне это показал. И это я говорю. Я не искал этого слова. Просто оно опустилось в мое сердце. В Духе Святом. Когда мы служили? Я уже даже не помню где. Здесь дьявол спрятал обольщение. Знаете, что такое обольщение? Это обман. Это ложь. Написано, дьявол, он отец всякой. Давайте скажем, всякой. Всякой лжи. И он пришел. Мы вчера говорили об этом. Украсть. Убить. И погубить. Первое, что он делает. Он крадет не то, что у людей этого мира. Эти люди его в этом мире. Я имею в виду, которые не знают Бога Иисуса Христа. Истинного Бога. Которые не посвятили ему свою жизнь. Аминь. Он к ним не прикасается, потому что они его. Вы понимаете? Через них он действует. Он им пользуется. Но он знаете, кого хочет обворовать? Христиан. И я вам скажу потрясающую вещь. Сатана приходит в церковь. Во время служения. Вы слышите? Для того, чтобы воровать и красть. Можно сказать, ну как этот нечистый и проклятый может прийти в это святое место, где мы поклоняемся Богу? Помните книгу Иова? Когда пришли сыны Божии на поклонение Богу туда, там на небесах. Между ними кто пришел? Написано. Сатана пришел. А сейчас Иисус говорил, когда на земле он сказал, горе вам люди, потому что низвержен вам сатана в великой ярости своей, зная, что мало времени ему осталось. И все, что он делает, запомни, первое, что он делает, хочет в твоей жизни всегда воровать. Посредством своего обмана и клеветы. Самое сильное оружие дьявола, если у вас будет возможность, посмотрите, пожалуйста, в интернете, мне очень понравилось, Александр Шевченко сказал. Там пять минут ролик, буквально видео. Он говорит, это клевета. Не так страшно все, как вот эта клевета и ложь. И он рассказывал, как в церкви нужно бороться с ложью. Вы знаете, я думаю, если бы так мы начали бороться с ложью, у нас бы количество членов церкви в половину бы точно уменьшилось. Потому что мы часто не даем ответ за свои слова. Очень часто ходим переносчиками, клевещим на братьев, на сестер, на пастора. Вы знаете, я просто хочу, я сам хочу от этого избавиться. Потому что эта гадость, она очень много. В славянских народах почему-то много ее. Как-то там вот за рубежом. Они немножко по-другому как-то. Не знаю, их учили, может быть, по-другому. Но я понимаю, что с этой проблемой нам нужно бороться. Прежде всего в себе. Понимаете? Вот почему Писание говорит, что не судите никого. Ибо каким судом ты судишь другого, таким судом ты и будешь осужден. Вы знаете, я заметил, что очень часто, когда я думаю или сужу о другом человеке, я прежде всего вижу это бревно в моем глазу, которого я сам не вижу. Понимаете? То есть то, что я сужу, оно мне не нравится. Но во мне его в сто раз больше, чем в этом человеке, который я вижу. Простите, сестры, вы со мной? Поэтому нужно, Иисус говорит, что сделать? Достань, говорит, бревно из своего глаза. То есть нужно с собой бороться. Каким образом? Молиться Богу. Бог показывает. И для этого Он дает слово. Сегодня в церкви, когда ты его слышишь. И когда ты услышал, вот вера есть, когда ты его услышал. И ты его начинаешь применять. Понимаешь? Ты начинаешь работать с этим словом. Ты начинаешь трудиться. Закасываешь рукава. И говоришь, я не хочу, Господи, в этом быть. И молишься Богу. Господи, помоги мне освободиться от этой гадости из моей жизни. И Бог даст тебе благодать, если ты искренне бросишь. Братья и сестры, вы слышите? И ты начинаешь изменяться. И вот это и есть эта вера, которой мы не спровергаем всю ложь дьявола. Написано, противостаньте дьяволу. Твердой верой. И он что сделает? Убежит от вас. Вы что-то получаете? Я сам получаю и радуюсь от этого. Искренне говорю вам. Слава Богу. Я хочу прочитать место Писания апостола Павла. Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стих. Апостол Павел говорит об Иисусе как о человеке. Много раз сам Иисус Христос говорил в Писании о том, что Он есть Сын Человеческий. Помните, да? Я просто хочу коротко, чтобы мы это увидели с вами. Итак, Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стих. Говорится о Иисусе. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим. Он есть образ Божий. Не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба. Заметьте. Раба служителя. Ну, чтобы было вам понятно. Вспомните, что апостолы очень часто называли себя рабами Христовыми. Которые ничего не значат. Очень хорошо, когда мы себя так считаем. Раб – это значит служитель. Это не просто, знаете, раб, который лежит на диване. Вы когда-нибудь видели раба, лежащего на диване? Никогда. Раб – он всегда трудится. Он делает дело. Аминь. Мы все должны быть рабами Христовыми. Он принял этот образ. Но уничижил себя, приняв образ раба, и сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Смирил себя. Этого еще недостаточно, что он стал как человек. Но смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Мы вчера вспоминали молитву Иисуса Христа в Гессимамском саду. Он смирил свою душу. Душа его не хотела умирать. Но он сказал, отче, да не будет моя воля, но да будет твоя. И поэтому ты сегодня спасен. Благодаря его жертве и его смирению. Аминь. Итак, Иисус Христос, являясь истинным Богом, оставил славу небес, где ангелы, Херовимы, Серуфимы, 24 старца, да, поклоняются Богу и говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. Представьте, в такой славе Иисус пребывает, и Он решает оставить эту славу и прийти на эту проклятую землю. Вы знаете, что земля проклята, да? Кто-то помнит? В самом начале, когда Адам согрешил, он сказал, за это проклята земля. Будешь в поте лица добывать хлеб твой. И он стал как человеком. И это не случайно. Давайте следующее место Писания прочитаем. Евангелие Таана, 5 глава, с 1 по 19 стих. Это история об исцелении человека, который лежал в купальной Ефезде 28 лет. Он лежал в расслаблении. Давайте прочитаем с 1 стиха, 5 глава Евангелия Таана. После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же у Иерусалима у овечьих ворот купальня, по-еврейски называемая в Ефезда. При Катулы было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и соших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господь по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Представьте, вот отмерьте 38 лет вашей жизни и подумайте об этом. Он лежал в болезни и никто ему не мог помочь. Иисус, увидев его, лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему. Что он ему говорит? Хочешь ли? Вот это очень важный вопрос. Иисус Христос, я хочу тебе сказать, он говорит сейчас тебе. Хочешь ли быть здоров? Очень важно осознавать и говорить, хочу, Господи. Добровольно. Смотрите, Бог, он не заставляет. Я еще раз повторю. Бог никого никогда не заставляет. Он говорит, хочешь ли? Я говорю, я первый говорю, вот я первый говорю перед Богом сегодня. Я хочу, Господи. Потому что я хочу измениться. Я знаю, что много косяков. Вы знаете, в каждом из нас мы все люди. Все. И епископа люди. У меня много друзей епископов. Ну, так Бог дал. И они тоже люди. Такие же, как и мы с вами. Из одного теста мы сделаны, дорогие мои. Не надо никого идеализировать. Вы, кстати, вчера с пастором об этом говорили. Вы знаете, иногда служители допускают ошибку. Потому что они люди. И потому что он захотел это сделать. Понимаешь? Где-то, может быть, не пободрствовал. Разные могут быть причины. Я много видел всего этого. Я видел, когда люди смотрели на него. Он споткнулся где-то. Даже, может быть, упал. И люди начинают расходиться. Вот, наверное, Бог такой. Я вам скажу, дорогие мои. Никогда не стройте свою веру на человеке. Вы слышите меня? Стройте свою веру на Христе. Он верен. Он вечен. Он праведен и истинен. Вы слышите? И блажен всякий человек, который упывает на Христа. И тогда даже что бы с вами не происходило, или вокруг вас вы будете тверды, и за вами будут идти люди. Вы слышите? Это очень важный вопрос твоей веры. И это зависит не от Бога. Это зависит от тебя. Кому ты придаешь предпочтение? На кого ты уповаешь? Кому ты молишься? На кого ты надеешься? Потому что про крат всякий человек написано, который надеется на человека. Вот замечательный пастор. Я его полюбил с первого раза. Я правду говорю. Я говорю истину перед Богом. Во имя Иисуса Христа. Вы благословенны. Я правду вам говорю. Но он не стоит строить веру на нем. Стройте веру на Иисусе Христе. Молитесь за вашего пастора. Потому что большинство стрел летит в него и его жену. Вы слышите? Потому что написано. Поражу пастора и что? Дьявол это хорошо очень знает. И первые стрелы летят сюда. И сюда. Тут кто поет, кто хвалит Бога. Вы знаете, за 23 года во Христе я этого всего насмотрелся вот так. Я сказал, Господи, я не хочу этого человеческого. Очень часто мы ходим по человеческим понятиям и разумениям. Выбросьте это из своей жизни. Вы призваны к небесному, к святому и вечному. Вы слышите? Пусть это, вот это святое вечно его, Христово, оно будет в вас. Сейчас мы об этом будем говорить. И поэтому Христос говорит, хочешь ли быть здоров? Вы знаете, видел людей, которые не хотят быть здоровым. Ну не хочу я время тянуть. В Америке я видел таких людей. Спросили у человека, ты хочешь быть здоровым? Он на коляске сидит, там болезнь какая-то, уже не помню. Он говорит, не хочу. Первый раз видел человека, который не хочет быть здоровым. Он спрашивает, а почему, какая причина? Он говорит, вы знаете, если я получу исцеление, если я буду здоров, я потеряю свою пенсию. У них хорошие пенсии по, ну этим, социальные, по инвалидности. Он всю жизнь мою, свою жизнь может жить припеваю, вообще без проблем. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда я же прихожу, приходит уже другой прежде меня. Иисус говорит ему, встань, постель твою и ходи. Если ты попросишь, Иисус скажет тебе эти слова. Встань, возьми постель твою и ходи. Он освободит тебя. И он тот час выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому Идеи говорили исцеленному. Суббота, вы знаете, у Идеев до сих пор почитается святым Божьим днем. Но это заповеди Господни. Господь сказал, шесть дней работай, а седьмой день Господу, да? Ну, мы это трактуем, что это воскресенье. Вообще, я стараюсь жить. Я не знаю, как вы хотите, но я просто скажу свое мнение. Можно? Миша, можно я скажу? Спасибо. Я считаю, что суббота, я стараюсь это делать. Потому что мне не очень хорошо получается, но получается все-таки. Я стараюсь с детьми в субботу посвятить день Господу. У тебя есть замечательная семья. У кого есть семья? Поднимите руку. Большое откровение, что семье нужно посвящать время. Вы руки поднимите? Аминь. Слава Богу. Но знаешь, как нужно посвящать время? Я просто вот то, что имею, хочу вам передать. Я верю, что я буду достигать еще больше в этом. Бог нам благословит. Что бы это делать в Господе? Можно просто посвящать время жене, детям, но без Господа. На душевном уровне. Это называется мудрость человеческая. Через тире в Библии написано что? Душевная тире бесовская. Там нету неба, послушайте. Оно имеет, может быть, вид какого-то благочестия, какого-то уважения, почти нет. Но это все это чушь. Это все ложь сатаны. Есть истинная любовь, в которой имя Иисус Христос. Поэтому, когда вы проводите время своими детками, своей женой замечательной, прекрасной, своим мужем, первое, призывайте Иисуса. И говорите, Господи, Ты не третий лишний. Ты наша жизнь. Везде, и с детьми, и в спальне вашей, когда вы имеете какие-то отношения друг с другом. Послушайте меня, я вам свидетельствую. Ваша жизнь станет другой. Святое Божье, то, что Бог прекрасно сотворил для человека, оно придет в вашу жизнь. И вы еще только больше будете благодарить Бога. Оно будет в вас возрастать. Но самое главное, эту веру, которую вы будете иметь в себе, вы передадите другим людям. Не религию, которой очень много нынче. А вот, действительно, жизнь с Иисусом Христом. Я вас благословляю на это во имя Иисуса. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это день субботний. Иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должен тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и уходи. И его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и уходи? Исцеленный же не знал, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, Иисус говорит тебе сегодня в утро. Что говорит? Вот ты выздоровел! Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Знаешь, как не грешить? Пребывайте в нем. Каждый день бери свою душу во имя Иисуса Христа и заставляйте благодарить Бога и поклоняться твоему Господу. Сердце твое откроется, ведет Божья благодать и грех уйдет, который пытается совратить тебя с путей Господень. Аминь. Пятнадцатый стих. Человек к себе пришел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали его убить за то, что он делал дела такие в субботу. Его хотели убить за то, что он исцелил человека, который тридцать восемь лет лежал в болезни и которого никто не мог исцелить. Представляете? Он сотворил чудо великое. Он вместо смерти дал жизнь этому человеку, потому что смерть – это подобие греха, это подобие, вернее, болезнь – это подобие греха и смерти. Он дал ему жизнь. Человек начал ходить, и они захотели его убить. Потому что в субботу, который Бог осветил, он сделал такое великое чудо. Они считали, что это неправильно. Религия всегда это считает неправильно. Человек себе пошел и объявил сразу иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали его убить за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же им говорит, «Отец мой дайны не делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам». Послушайте внимательно эту строчку. С большой буквы написано. «Сын, видите, ничего не может творить сам от себя». Однажды, когда я читал Евангелие, несколько лет назад, меня эта строчка взорвала. Он только что исцелил этого больного человека, которого никто не мог исцелить. Иудеи уничижают его. А Иисус отвечает им, «Я сам не могу делать ничего вообще». Вы не поняли? Поняли? Я думаю, Господи, как ты не можешь ничего делать сам? Ты только что исцелил. У нас там что-то прыщик пропал от молитвы. Мы уже кричим, «Аллилуйя! На весь город жив Господь! Аллилуйя!» А он тут человека исцелил. Полностью от такой серьезной болезни. Он говорит, «Я вообще ничего не могу делать». Странные слова, правда? Идем дальше. «Если не видит Отца творящего, ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же». В этой же главе, чуть ниже, я сокращаю, Евангелие Тана, 5 глава, 30 стих. Иисус уже прямо им говорит, «Я ничего не могу творить сам от Себя». Опять Иисус говорит, видите эти слова? «Я сам ничего не могу творить сам от Себя». Кто из вас как человек? Мой вопрос к вам. Вы люди? Вы человеки, правда? Иисус тоже человек. Мы сегодня об этом говорим, да? Аминь? Аминь. Мы этому уже сейчас укореняемся, да? В вере. Кто из вас как человек может исцелить больного человека? Есть такие люди? Кто из вас как человек может изгнать беса из человека? Тоже нету. Вы знаете, потрясающая новость в том, что Иисус Христос тоже не мог. Он тоже не мог. Потому Он и сказал эти слова, что «Я ничего не могу творить сам от Себя». Но для нас это странно. Мы же верим Писанию. Сколько чудес Христос сотворил, а, братья и сестры? Почему же происходили такие великие вещи в Его жизни и в Его служении? И почему так мало в нашей жизни этих чудес и знамений Божьих, которые были во Христе? Ведь Иисус говорил нам и говорит, мы сегодня будем читать с вами, что мы тоже те же дела будем делать, которые делал Иисус. Он же говорил, аминь. Почему же их мало так в нашей жизни? Вторая половинка этого стиха, она немножко приоткрывает завесу эту. Еще раз почитаем 30 стих. Иисус говорит, я ничего не могу творить сам от Себя. Но вот вторая половина объясняет, почему это с ним происходило. Как слышу, как слышу, то есть слышит он разговор, слышит вот это, о чем говорят фарисеи, так и сужу. И суд мой праведен. Помните 149-й псалом, который мы вчера с вами читали? Чтобы в наших устах было хвала Богу, и меч обоюдоострый в руке нашей Слово Божие. Для чего? Для того, чтобы совершать мщение, наказание над племенами, над народами, совершать суд Божий. Помните? По Писанию. И эта честь принадлежит всем святым Его. Иисус именно об этом сейчас нам говорит. И суд мой праведен. Ибо. Вот оно. После ибо идет. Что? Читайте. Не ищу моей. Остановись. Моей. У Иисуса была его воля. Мы вчера говорили и сегодня вспоминали. В Гефсиманском саду душа его скорбила смертельно. Он не хотел умирать. Его желание человеческое. Он не хотел умирать. Но он смирил себя. Быв послушен до смерти и смерти крестной. Посему Бог и вознес его превыше всякого человека. Аминь. Это план Божий для тебя. Ты что-то получаешь уже? Ибо не ищу моей воли, но. Чьей воли? То есть отвергая свою волю, он ищет волю пославшего его Отца. Вот почему суд праведен. Не потому что он свою правду доказывает, как мы вчера говорили, мы обычно свою правду хотим доказать, да? А надо правду Божью. Понимаете? Вот где оно. Слава Богу. Идем дальше. В этой же Евангелии от Иоанна 14 глава с 1 по 10 стих. Я напомню, мы сегодня говорим о вере. О вере в Господа нашего Иисуса Христа. Это как мы с вами верим. Итак, с 1 стиха. Это Бог говорит сегодня к тебе. Поверни и скажи, Иисус говорит тебе сегодня. И ко мне. Аминь. Принимай слава Божьей душа. Да не смущается сердце ваше. Да. Вы знаете, мы часто смущаемся по этим поводам. Думаем, ну это же Иисус, а это ж я. Ну бывает с вами такое? По-честному. А Иисус говорит тебе. Да не смущается сердце ваше. А кстати, он говорит здесь апостолам, своим ученикам. Представляете, да? Он говорит и к нам сегодня. Через свое слово. Потому что мы также его ученики. Аминь. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте, говорит Иисус. В доме отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, иду приготовить вам место. И куда пойду, приготовлю вам место и приду опять и возьму вас к себе. Чтобы и вы были где я. Ты будешь там, где Иисус. Это хорошая новость. Аминь. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Это уже перед, ну скоро будет уже его завершение земного пути. Иисус говорит в эти уже дни, когда уже скоро он будет распят. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь вообще. И как же можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот этот стих говорит о многом. Сейчас давайте порассуждаем внимательно. Смотрите, если бы Иисус Христос. Пожалуйста, будьте внимательны, я сейчас задать буду вопрос. Вернее, уже задаю его. Если бы Иисус Христос, придя на землю, пришел как Бог. Силою своей божественности. Понимаете, да? И совершил все то, что Он совершил. Что мы читаем в Писании, во что мы веруем. И обращаясь к нам сегодня в это утро и к своим ученикам первым. Сказал эти слова. Я прошел этот путь по земле. И я есть для вас путь. Вы идите по этому пути, по которому я прошел. Я проложил вам тропинку. И совершайте все те дела, которые я совершал. Было ли бы это справедливо? Почему? Потому что Он Бог. Молодцы за вашу внимательность. Вы молодцы, слава Богу. Это очень важно. Смотрите. Но для того Иисус и стал человеком, чтобы самому первому. Написано, Он первенец. Помните? Чтобы первому пройти весь этот путь и передать нам этот путь. Потому что Он как человек это все прошел. Все испытания, все искушения. Он говорит, я есть путь для тебя. Я есть истина для тебя. И я есть для тебя жизнь. Седьмой стих. Если бы вы знали то, если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца. И довольно для нас. Иисус сказал, столько времени я с вами. И ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь? Вот корень. Вот корень. Мы не верим. Мы не верим. Мы думаем, что Иисус, придя на эту землю, Он пришел как Бог. Вот почему было мало рук. Потому что это в сердце. Вы знаете, не старайся показаться умным. Бог не благоволит к умным. Он посрамляет умных, написано. Подумай, тебе нужно посрамление? Но будь безумным. Безумным будь я, говорю по слову Божьему, чтобы быть мудрым. Здесь есть откровение. Когда ты удаляешь свой разум человеческий, душевный, черебесовский, и принимаешь святое Божие, для людей этого мира ты сумасшедший. Ты полностью сумасшедший человек. Потому что ты поступаешь абсолютно противоположно, как поступают в этом мире. Но ты имеешь Божью премудрость, святую и сокровенную. Которая предана святым Его, если помните Писание. Аминь. Поэтому повернись с этим и скажи, будь безумен Христа ради. И принимай Его мудрость. Мы приближаемся к большому откровению. Приготовься. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Будьте внимательны. Вот это откровение. Если есть карандаш или что-нибудь, подчеркни это до пришествия Христа. Отец. Давайте скажем вместе. Отец. Отец, пребывающий во мне. Он. Он творит дела. Вы слышите? Иисус пребывал и пребывает в Отце. И поэтому благодать Бога Отца через Иисуса Христа на всех нас. Что есть благодать, мы вчера говорили, сегодня повторяли? Сверхъестественная сила Божья для исполнения сверхъестественного Слова Божьего. Я сам поражаюсь, как Бог уже какой раз подтверждает эти слова, которые Он дал мне сначала в духе. Мозги в этом не участвовали. Послушайте, мозги твои не смогут принять духовного. Они почитают это безумием. Для того ты и рожден в духе, и твой дух рожден от Бога, чтобы ты мог принимать семя от Бога. Понимаешь? Духовное семя. И сначала ты принимаешь в дух от Бога. Я скажу, в поклонении это происходит, если ты искренне, истинно поклоняешься Богу. Бог вкладывает семя в твою утробу. И ты зачинаешь. Вы знаете, если женщина не примет семя в свою утробу, она не зачнет. Аминь, братья и сестры. И для того, чтобы принести плод, нужно забеременеть. Это тоже большое откровение для кого-то. Аминь, братья и сестры. Так что мы делаем с вами в поклонении перед Богом? Искренне, когда мы открываем свое сердце, мы открываем свою утробу. Вот почему церковь – это невеста, а Иисус – жених. Вы знаете, что происходит между женихом и невестой? Первое происходит – брачная ночь. Чем занимаются люди в брачной ночи, кто знает? Они прославляют Бога. Аминь. Братья и сестры, я понимаю, что для вас это немножко перемыкает, но примите это так. Если ты будешь беременеть от Бога, ты будешь рождать от Бога. Я видел людей, которые в церкви набожные. Когда он выходит, он слова от него не вытянет из церкви. Он такой вид благочестия имеет. Выходит на улицу о машинах. Ой, я такую рыбу поймал. Да у меня там крутая машина. Встречали таких людей? Этот человек открыл свою утробу для вот этой мерзости. То, что высоко у людей, то мерзость. Скажи мерзость. Мерзость перед Богом. Вы слышите? Поэтому открывайте утробу для него, чтобы беременеть им и чтобы приносить плоды правды во Христе Иисусе. Аминь. Слава Иисусу. Верьте мне, говорит Господь, что я в отце и отец во мне. А если не так, он сегодня обращается к нам. Верьте мне по самим делам. По каким делам? Исцеление больных, воскрешение мертвых, все чудеса, которые мы читаем в Священном Писании. Они свидетельствуют о том, что Иисус есть Господь. Аминь. Истинно, истинно говорю вам. Иисус обращается сегодня к тебе и ко мне. Верующий в меня, дела, которые твои уря, говорит Иисус, и он, скажу, я, и я сотворю, и больше сих сотворю. Вы знаете, что? Я вам скажу интересную вещь. Я всегда в этом момент смотрю на зал. Бог мне вот это мучает. Прямо во время этого. Знаете, какие лица? Неверие. Неверие. Дьявол говорит, да ты что? Да это же Христос. Это же Сын Божий. А ты кто? И звать тебя никак. Да что ты себе возомнил? Да кто ты? Это может так и правда? И ходишь сгорбленный, вот такой вот, корявый. И смотрят, о, я в эту секту не пойду. Вы знаете, ваша жизнь это Евангелие. Вам не так часто нужно говорить, как вам нужно жить по Евангелию. Я скажу, люди будут бежать сюда. Я вам скажу еще одно откровение. Простите меня, но я благодарю Бога за то, что Он дает сегодня мне сказать это вам. В прошлом году на 22-м жизни во Христе годе я получил откровение на 22-м году. Если вы вспомните, когда вы покаялись, выходили с Богом, у вас рот не закрывался, вы всем свидетельствовали, что Бог любит людей. Помните? Благословенное время. Аминь. Кто-то принимал, кто-то не принимал, но часто не принимали. Я говорю, где отсюда сектант? Да? Было такое? А мы все равно, рот не закрывался. Мы читали Слово, и мы им Слово Божье, Слово Божье. Было так? А сейчас послушайте о всем откровении. Написано, что буква, буква убивает. Ты уже получил откровение? То есть ты берешь букву и начинаешь его убивать. Нормальный человек, когда его убивают, что он делает? Он орет и текает. Хавайся, сектанты, дух. Но правда. Я вам расскажу, что происходит в духе. Я сам такой был. Но еще бываю иногда. Помилуй, Господи, меня. Правда? Очень важно, помните, я говорил вам, знать суть вот эту, вот эту глубину жизни во Христе. Это есть глубина. Написано, что буква убивает. И там же в этом стихе написано, что дух от. Дух Христов. А тот, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вау! Значит, нам нужно исцеление. Значит, нам нужно преображение. Вчера мы были на горе преображения. И блажены все, кто там были. Ходите на гору преображения, чтобы увидеть Христа. Да, его можно увидеть в церкви, но это всего лишь два часа, в которой, может быть, кто-то спит большую часть из этого времени здесь. Может быть, не физическим, но духовным сном. Я знаю, что есть люди, у которых есть вот этот дух, который спит. Вы слышите? И он не слышит слова Божьи. Я понимаю, о чем я говорю, если вы понимаете. Поэтому встань спящий, говорит Христос, воскресни из мертвых, говорит Господь. И что? И осветит тебя Христос. Аминь. Я вас благословляю на это, возлюбленные. Чтобы ваше сердце было открыто, чтобы ваши глаза были открыты, надо пребывать во Христе. И тогда дела, которые творил Иисус, они будут сотворяться в тебе. Как это работает? Нам же надо знать, как это работает, Господи. Как оно происходит? Как больные будут исцеляться? Я вам покажу, как Иисус, как у Него происходило. Он молился за людей. Но перед тем, как молиться за людей, куда Он ходил молиться? На гору. Он пребывал в Отце и пребывает. Всегда, онлайн, 24 часа в сутки. Всегда с Отцом. И если Он с Отцом, и Он молится по воле Отца, Он ничего не делал от себя. Я еще раз напомню. Он все делал то, что хотел Отец. Он всегда исполнял волю Отца. Он видел больного, Он не сказал, болей дальше. Так тебе и надо, грешник. Он сказал, хочешь ли быть здоровым? Он милосердился над Ним, потому что Бог есть любовь. Аминь. А любовь это не бла-бла слова. Это дела, аллилуйя. Аминь. И Он милосердился и говорит, хочешь ли быть здоровым? Только хочу, Господи, но не имею человека. Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. В тот же момент сила Божья сошла на этого человека, и он выздоровел. Помните женщину, которая прикоснулась, да? Говорит, кто ко мне прикоснулся? Он не то что, аллилуйя, у меня столько сил, я иду, у меня все там, кровом исцеляются люди, все у Иисуса. Нет. Кто прикоснулся, послушай, это очень важно, кто прикасался к Нему по вере, вере, веря во Христа, как в Сына Божьего. Вы слышите, как в Бога прикоснулся верою и исцелилась в тот же час. И он почувствовал, что изошла сила от Него. Это не просто, знаете, по щучьему велению, по-моему, хотим. Вы знаете, эти байки, сказки, это бесовские вещи. Послушайте меня, наставь юношу при начале пути, его не уклонится до старости своей. Перед тем, как ты хочешь почитать сказку, вообще, знаешь, без Бога вообще делать вообще ничего нельзя. Мне потом пришло откровение. Вы знаете, эти все байки, это я буду сидеть на печи, ничего не делать, у меня все будет замечательно. И буду молиться каким-нибудь идолам, там, по щучьему велению, по моему хотению. Знаете, там, всяких вот такой вот, выбросьте это из своей жизни во имя Иисуса. Возьмите слово. Сейчас так много детских этих самых. И я все, что стараюсь делать, я беру с детьми, читаю слово. Им трудно читать. Но мы молимся Богу. И Бог дает откровение. А когда Бог дает откровение, детям им интересно читать. Потому что Бог им отвечает. Вы понимаете? И ребенок не в каких-то байках и сказках заквашивается, он заквашивается на слове Божьем, которое будет пребывать вовеки в нем. И будет созидать его веру и других деток. Который неправильно и взрослых. Я вам скажу, через этих детей Бог взрослых обличает. Вы представляете, да? Я этому просто безумно радуюсь. Потому что это делает Господь Бог. Аминь. Слава Богу нашему. Так вот, я не договорил. Смотрите, если ты пребываешь во Христе, о чем мы с тобой сегодня говорим, Иисус пребывает всегда в Отце. Всегда. Если ты сейчас будешь пребывать к Иисусе, вот прямо сейчас, в тебе будет та же сила, которая в Иисусе. Потому что, еще раз напомню, благодать Бога Отца через Иисуса Христа во мне, пребывающем во Христе. Аминь. Иисус говорит, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. И если я во Христе, я в Отце. Я имею силу от Бога Отца во имя Господа и Иисуса Христа. Но чтобы пребывать во Христе, надо умолиться и убрать себя во имя Иисуса. Распять всю свою плоть со страстями и похотями. Вы слышите? Убрать ее из всей своей жизни. Да, это трудно. Да, это непросто. Но это возможно. Вы слышите? Я не говорю, что я достиг. Я иногда ошибаюсь. Я иногда делаю неправильные вещи. Иногда несознательно, иногда сознательно. Мы такие. Но я хочу. Вот корень. Я хочу. Понимаешь? Я хочу быть не со своей праведностью. Я хочу быть во Христе. И Бог меня изменяет. Вы слышите? Я преображаюсь от веры в веру, от силы в силы и от славы в славу. Не потому, что я что-то неправильно правильно делаю, а потому, что мое стремление ко Христу, я хочу быть с Ним. Я понимаю, что Он есть путь мой. Я понимаю, что Он есть мне жизнь. Я понимаю, что это истинно единственное в моей жизни. Я к Ниму стремлюсь всем своим сердцем. Поэтому моя семья преображается. Поэтому я свою жену люблю больше, чем когда она была девушка, имела другие формы. Я мужчинам говорю. Я ее люблю больше. Она родила пятерых сыновей мне. Она полная евангельская, как я даст Бог, когда-нибудь увидите ее. Благословенная женщина. Мы столько с ней прошли. 30 лет прожили вместе в этом году. Я благодарю Бога за то, что хоть она, знаете, немножко грубоватая бывает, но она праведная. Она была в девчонках еще, когда была неверующая. Ее все уважали за правду. Она говорила правду в лицо. Знаете, вот этот дух праведника в ней был. Я не знаю, от бабушки, может, у нее. У нее бабушка там в православную церковь ходила. служила. И она приучила служить. Она меня обличает порой. Ты, говорит, так много говоришь, иногда так мало делаешь. Как тебе нужно меняться? Я вам говорю, открыто и честно, потому что мы одна семья. Я хочу измениться. Я хочу быть лучше. Иисус знает это. И Он дает благодать, чтобы превратиться, чтобы меняться. Вот почему есть сила на том деле, которое Бог нам дал. Я не кричу о своем деле. Вот я какой классный помазанник Божий. Да я никто, я раб Христов. И я хочу больше умоляться. Я знаю, что Бог больше даст. Я не для этого умоляю, чтобы больше дать. Но я хочу достигнуть Его. Я хочу достигнуть так же ходить, как Он ходил. Чтобы Его сила, оживотворяющая, она оживотворяла этих людей, которые ходят в этом мире, которые не видят, не слышат и идут путем погибели. И это только можно в Нем. Вы слышите? Только в Нем. И только им. Так вот, если ты пребываешь в Иисусе, я замечал такие вещи. Ты, вроде, я бы особо не молился за человека. Может быть, песню какую-то спел ему там. Но ты спел в духе. Или сказал слово просто. Даже, может быть, не из Библии, просто слово сказал в духе. У человека текут слезы. Он плачет. Он говорит, я хочу, я хочу покаяться, я хочу принять того Бога, в который веришь в Ты. Потому что он не видит меня, он видит Христа. Дух животворящий. Нет ни одного человека, который бы родился дьявол. Всем людям на земле Бог дает дыхание жизни, написано в Библии. Бог сотворил у нас дух, душу и тело. И душа всякая, она ищет Бога на самом деле. Она ищет. А дьявол манипулирует, обманывает и ведет эти души в ад. Своим обманом и своей клеветой. Ты, как христианин, человек, который уверовал в истинного Бога, который и свет, ты призван быть этим светом, духом, животворящим Христа. Чтобы, когда ты приходишь и говоришь человеку, чтобы они увидели Иисуса, чтобы этот свет просветил тьму этого человека, и он понял, что он нуждается. Он и так знает, что он нуждается, но не видит правды во мне, потому что во мне так много меня и так мало Христа. Но когда я уничижаюсь, говорю, Господи, соверши то, как ты хочешь сказать этому человеку или дело какое-то сделать. И когда Христос приходит, когда я Ему позволяю прийти через мою жизнь и послужить кому-то, тогда то, что Он делает, оно пребывает вовек. И ты получаешь награду, потому что ты смирился. Ты убрал свое и позволил Богу сделать его. А то, что Он делает, пребывает вовек. И за это тебе будет вечная награда на небесах. Вы слышите? Все, что делает человек, оно разрушится. Не собирайте тебе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте тебе сокровища на небесах. Там, где ни моли, ни ржа, ни воры не подкапывают, ни крадут, но это сокровище, которое будет пребывать вовеки. И там, где будет твое сокровище, там будет и сердце твое. Если оно у Иисуса, твое сокровище, Иисус. И там все, что ты делал в Нем, оно ожидает тебя на небесах. Аминь. И ты никогда не споткнешься. Но ты будешь светильником. Ты будешь восстановителем развалин, назовут тебя, возобновителем пустей Господних, по Слову Божьему. Как Он сказал, вот почему Он и ищет этих поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе истине. Я хочу быть таким. Я хочу быть таким, как Иисус. Я знаю, что я буду таким. Потому что мое стремление, я сказал, Господи, до конца последнего вздоха моего, я буду стремиться к Тебе. И я буду делать дело Твое, которое Ты мне поручил. Аминь. Евангелие Таианна, 15 глава. Последнее место Писания читаем. «Я есть истинная лоза» с первого стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь всякую у меня ветвь, не приносящую плода». Говорится о церкви. Он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Хотел спросить у вас, кто-нибудь из вас сейчас находится в очень трудных обстоятельствах в жизни. В пустыне, как мы называем это. Есть? Поднимите руку, пожалуйста. Подержите. Я хочу пророчествовать вашу жизнь. Примите это слово от Господа. Вы пришли к Богу, и вы что-то начали делать для Бога. Бог увидел ваше посвящение и вашу веру. Ему это понравилось. И Он вас повел в пустыню для того, чтобы вас очистить и чтобы вы принесли еще больше плода. Ибо только в пустыне Бог благоволит открывать источники. Нет другого места, как только в пустыне Бог открывает благословенные источники. Я вас поздравляю. Вы сейчас в самом лучшем месте в своей жизни, где источники откроются, где благодать умножится, где сила придет. Сила придет. Новый уровень в духе и в истине во Христе Иисусе придет. Будь верен и следуй за Господом. Возрастай и пей из этого источника. И пои всех своих ближних из этого источника. Ты будешь иметь эту воду для того, чтобы получить свое исцеление и через тебя будут исцеляться тысячи людей. Ибо эта живая вода, которую ты будешь пить, она станет водой текущей в жизнь вечную во многих сердцах людских. Вот для чего Бог дает тебе пить из этого источника. Вот почему ты сегодня в пустыне. Поэтому благодари Бога. Благодари Богу, Он не оставил тебя и сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, но пребуду во все дни жизни с тобой. Слава нашему Господу. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот название сегодняшней проповеди. Прибудьте во мне, говорит Иисус. Прибудьте во мне и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. И кто пребывает во мне и я в нем, тот приносит много, давайте скажем, много плода. Ибо без меня не можете делать ничего вообще. Помните вчерашний день? Ну, вы были на посте, вы благословенные. Но все равно, подумай об этом. Сколько вещей ты сделал без Иисуса? Подумай просто, сколько вещей ты сделал без Иисуса? Вы знаете, я дохожу сейчас до банальных вещей в своей жизни. Я вам расскажу. Как куда-то звоню. Простой звонок, простые вещи, банальные, простые бытовые ситуации. Я беру телефон и говорю, Господи, благослови. Просто благослови. То, что не от тебя, пусть отвалится во имя Иисуса. Я не хочу ничего делать без тебя. Благослови этот звонок. То, что не от него, оно отходит. То, что от него, оно приходит. Знаешь почему? Потому что я попросил. Писание говорит, не получаете. Почему? Потому что не просите. А просите, не получаете, потому что просит. Для чего? Для своих вожделений, плотских. Выброси это и проси по воле Божьей. Бог и зальет от Духа Своего, оживотворит тебя. И ты изменишься, и все, что в тебе изменится, и вокруг тебя будет райский сад. Аминь. И люди будут спасаться. Он распространит твои пределы. Ты увидишь великую славу Божью в своей жизни. Только веруй. Держись за Иисуса каждый день и отпускай Божий. Хочу ходить с тобой как ниточка. Куда ты? Туда я, Господи. Ты пастырь мой. Я не сам посиди иду впереди тебя. Я хочу идти за тобой, ибо ты мой пастырь. А я твоя овечка. Дойная овечка. Дойная овечка, которая приносит плод, которая кормит многих. Аминь. Слава Господу. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, выбросится вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. О чем говорит Господь? Он говорит, предупреждает нас о Баде. Если человек не будет пребывать в Господе, не важно, что он ходит в церковь. Если он не будет пребывать в Господе, хоть он епископом всей земли будет называться, он пойдет в ад. Вы слышите? Он засохнет, как ветвь, и сгорит в огне неугасимым, где будет плач и скрежет зубов. Я же хочу пребывать в нем. Пусть эти слова останутся с тобою до пришествия Иисуса, чтобы день и ночь твоя жизнь была закрыта во Христе, чтобы она открывалась от веры в веру, от правды, от правды, от силы в силу и от славы в славу. Во имя Иисуса Христа. Если же пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Послушай, если ты будешь пребывать в нем, в тебе будут желания Божьи, в тебе не будет твоих желаний, в тебе будут желания Божьи, и ты будешь просить, Иисус говорит об этих желаниях, и они будут исполняться благодатью Бога Отца через Иисуса Христа Духом Святым внутри и через тебя физически. Всякий раз, когда ты будешь слышать Его желания, просить Бога об этом, Он будет давать тебе сверхъестественную силу для исполнения этого дела. И ты всякий раз будешь собирать себе сокровища на небеса. За то, что ты смирился, убрал свое и посвятился Ему и исполнил то, что хотел Он. Тем прославится, Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Он есть любовь. Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенной. Иисус есть радость. Иисус есть радость совершенная. Не потому, что у тебя много денег, даже не потому, что ты в самой лучшей церкви на земле, но потому, что Он в тебе и ты в Нем. Это печать Духа Божьего радость. Помните плоды Духа Святого? Мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание. Аминь. Вера это плоды. Посмотри на свою жизнь. Какие плоды в твоей жизни? Если ты что-то потерял из этого, значит, ты где-то отошел. Ты вышел из ковчега. Надо вернуться в ковчег. Аминь, возлюбленные. Я так рад и я счастлив, что Дух Святой сегодня говорил к вам, и Он говорил в мое сердце. Я возрадовался. Вы знаете, у меня в начале собрания еще дома с утра я Михаилу говорю, слушай, голова болит жутко. Я после болезни еще вроде бы как полного нету. Я вам свидетельствую. У меня очень тяжело пилось, потому что было ну как давление в голову такое, тяжело. Вот. Но я вам свидетельствую. Сейчас я не имею никакой боли в голове. Я благодарю Господа за то, что Он исцеляет, за то, что Он восстанавливает, за то, что Он все делает в жизни нашей. Только Ему нужно довериться и сказать, Господи, я хочу. Если Ты хочешь, Он совершит великое в Твоей жизни и даст Тебе принести много плода во славу Бога нашего Отца во имя Иисуса Христа. Опять же, я хочу нас подвести сейчас к молитве, наверное. То, что мы сегодня с вами слышали, пусть оно запечатлится в вашем духе, пусть оно запечатлится в вашем сердце. Каждое утро, когда ты просыпаешься, благодари Бога, посвящайся Ему, и говори, Господи, помоги мне делать все в Тебе. Ты моя жизнь, не моя воля, но Твоя да будет. Я раб Твой, я раба Твоя. Что повелишь мне делать? И Бог будет говорить к вам, будет водительствовать вами. Как я вчера говорил, есть два выбора. Можно сказать, хорошее было сегодня служение, хорошо пели, хорошо говорили и пойти домой. Этот человек не изменится. Впоследствии, если он так будет поступать, он просто засохнет, как мы прочитали, и извергнется вон. Но если ты слышал сегодня слова жизни, которые трогали прежде всего твой дух, твое сердце, твою душу, и ты скажешь, Господи, я сегодня слышал так много Твоего слова, так много Твоей истины, которую Ты говорил прямо мне. Я хочу, чтобы это слово, которое я сегодня слышал или слышала, оно стало плотью во мне. Так же, как и Ты стал плотью, Иисус. Ты Слово Божье, которое стало плотью. Пусть Твое Слово станет плотью во мне, в моей жизни, в моей судьбе, в моей семье, во всем роду моем во имя Иисуса Христа. И по вашей молитве Бог совершит в вашей жизни. Аминь. Давайте мы встанем вместе и попросим Бог об этом. Дорогой наш любящий папочка, я так благодарен Тебе. Я благодарен Тебе за то, что Ты привел меня сюда. Благодарю Тебя за Михаила, за Ирину, за всех служителей и братьев моих, за то, что, Господи, Ты вложил в их сердца. Не я просил, но Ты вложил, они просили, и Ты вложил в их сердца. И Ты, Бог мой, привел нас в это место, чтобы поделиться этим, чтобы отдать эту благодать, которую мы сами приняли Тебя, в которой стоим, и, Бог, мы хвалимся Твоей благодатью и передаем им сегодня Твоему народу. Отец, я благодарю Тебя, что уши их слышат. Я благодарю Тебя, что глаза их видят, что Ты в нас, Иисус Христос, что мы имеем одни от Тебя мысли, одни чувствования и одни желания, и это знамение Твоего присутствия в наших жизнях. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам дружбу и дал нам эти взаимоскрепляющие связи и сегодня во имя Иисуса Христа. Я молю, чтобы эти связи укрепились, чтобы они утвердились с Тобою, Иисус. Мы сегодня говорим Тебя, мы хотим быть здоровы, мы хотим быть полностью здоровы, Господь, в духе и в душе и в теле Своем, для того, чтобы совершать Твое дело. Посему, Господи, восстанови нас там, где нужно восстановление, измени нас там, где нужно изменение, преобрази нас, Господь. Мы сегодня убираем и выметалуем этой духовной метлой всю нашу человеческую гордость, всю нашу человеческую мудрость во имя Иисуса Христа, все наши человеческие мысли и желания просто выметаем во имя Иисуса, чтобы не осталось ни одной песчинки, ни одной пылинки, во имя Иисуса. Мы очищаем наши сердца пред престолом Твоей благодати и милости. И мы молимся, вложи в наш дух, вложи в наши сердца Твою истину, ту, которую Ты сегодня говорил к нам, Господь. Пусть это слово станет плотью во мне. Во мне, Иисус, научи меня пребывать в Тебе, все делать в Тебе и через Тебя, чтобы слава была приписываема Тебе, Богу единому, Богу сущему, который сотворит сие в жизни моей, в жизни моих братьев и сестер. И смени, и смени нас, преобрази нас, веди нас дальше, чтобы каждый день мы видели Твою славу, чтобы каждый день мы посвящались Тебе и пребывали в Тебе, так как Ты пребываешь в Отце, так и мы да пребудем в Тебе. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя за эту великую благодать и силу и Твоё сильное помазание, которое меняет нас, которое меняет нас прямо сейчас, Иисус. Просвети нас, просвети нас еще больше всякую тьму. Я молю, чтобы эти песни, которые Ты дал, Господь, и которые мои братья многие приобрели для себя, я молю, чтобы через эти песни открывалась великое, недоступное, чего они не знают, чтобы эти песни, они просто пелись ими, их устами на всяком месте, на шине, в доме, на работе, где угодно, Господь, чтобы на всяком месте они прославляли и поклонялись Тебе, соединялись с Твоим Духом и приходило Твое откровение в их сердца. Ты будешь давать им откровение, Господь. Ты говоришь, что Ты даешь знания любящим Тебя. Когда мы славим Тебя, Ты даешь знания, Ты даешь откровения, которые разумом невозможно постигнуть, но которые принимают Духом Своим, рожденным от Тебя, любящие Тебя, Иисус. Прошу, чтобы это совершалось, Господь. Молю, чтобы эта музыка, которую Ты дал, Господь, она открывала многие сердца, чтобы камни, Господи, убирались с дороги, чтобы, Господи, каменные сердца становились плотяными во имя Иисуса Христа и чтобы узрела всякая плоть. Спасение Божие по Слову Твоему во имя Иисуса. Благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе, люблю Тебя, славлю Тебя и воздаю Тебе всю честь, всю хвалу, все благодарение и всю жизнь мою. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим великую, 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 великую славу Богу, творящему все сие в жизни нашей во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.